Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В этом видео поговорим о подготовке почвы под огуречную грядку. Вот эта грядочка, которую я уже неоднократно показывал в своих видео. Здесь я выращиваю огурцы. Она очень обильно заправлена органическими веществами, перегноем, навозом перепревшим. Также здесь внесены удобрения, как органические, так и в небольшом количестве минеральные. Ну как видите, грядка у меня еще не подготовлена, она заросла сорняками, кое-где даже с нытью. На ней установлены уже дуги, но почва еще не подготовлена. Сейчас первая половина мая, самое время, чтобы заняться подготовкой почвы. А как я подготавливаю почву, в смысле как я ее копаю, рыхлю, выпалываю сорняки, каким образом сейчас я вам поподробнее расскажу и покажу свои инструменты. И для начала я вам хочу показать лопату, которую я модифицировал именно под скобку почвы, потому что, ну, бывает такая почва глинистая, уплотненная, тяжелая. И в таком случае, или там затоптанная сильно почва, в таком случае ее можно взять только лопатой. Но вот как видите, для сравнения я вам поставил две лопаты. Вот эту лопату я использую для рытья ям, под саженцы или под столбы заборные, в общем, для выкапывания ямок в земле. А вот эту лопату я все-таки использую для перекапывания, но глубина, как вы видите, намного меньше. И такой лопатой намного легче копать. Что я сделал? Это была стандартная лопата, вот такой же примерно высоты. Размеры я вам сейчас все покажу. И я, соответственно, болгаркой срезал вот таким вот образом некоторую часть от лопаты. Примерно, наверное, третью часть. И сейчас она у меня стала высотой, как вы видите, вот в боковой части 15 сантиметров, в центральной части 20 сантиметров. Ну, и с этой стороны тоже 15. В общем, хочу сказать вам, что вот глубже копать грядку и не надо. То есть вот эта глубина, она даже может быть и меньше. То есть еще можно меньше сократить, так скажем, поверхность лопаты, можно было бы еще ее меньше отрезать. И вот такой глубины для скобки под практически все виды овощей, цветов, вот такой глубины вполне достаточно, чтобы переработать плодородный слой, облагородить его и вскопать. Вот такой лопатой копать не надо. Она очень глубоко будет скапывать на глубину, которая не нужна. Порядка 25 сантиметров. Даже 26 сантиметров, вот вы видите, размер, глубина скапки. Такой вот глубины не нужно совершенно. А вот еще инструменты, которыми я пользуюсь, поскольку земля на грядке, которую я вам только что показывал, в которой я сажаю огурцы, у меня очень легкая и воздушная, то там вполне достаточно ее обработать таким хорошо всем известным инструментом, как плоскорез Фокина. Ну, показывать его подробно не буду, я дам лишь его размеры, хотя они, я думаю, всем хорошо известны, многие им пользуются. Рядом же у меня стоит вот такой вот плоскорез в двух вариантах, поменьше и побольше, который называется плоскорез Пышка. Он немножко отличается от плоскореза Фокина, как вы видите, и размером, и некоторыми углами, по которым он сделан. Здесь геометрия немного другая, но, в общем-то, смысл очень похож. И я вам сейчас вот дам размер, допустим, у плоскореза Фокина, режущая кромка, примерно около 15 сантиметров. У плоскореза Пышка то же самое, такой же примерно размер режущей кромки, вот они, примерно два одинаковых плоскореза, но у них и различия тоже есть. И маленький плоскорез Пышка, у него 11 сантиметров режущая кромка. Как вы видите, вот эти два плоскореза, это у меня новинка, они еще совсем свеженькие. Эти плоскорезы я совсем недавно получил, вот в этом сезоне посылкой. Как вы видите, они даже еще не испробованы, то есть они чистенькие. Материал, сейчас я вам поближе покажу, вот маленький плоскорез. Материал нержавеющая сталь, что очень, конечно, приятно. И березовая ручка, это вот маленький, ручка примерно около метра. Позже я вам покажу крупным планом, как они выглядят, ну а пока вот так вот поближе вам хочу их показать. Здесь закреплено с помощью вот таких вот винтиков, режущая часть к черенку. И можно менять угол наклона в зависимости от положения вот этого винтика. То есть можно делать более острый угол или более пологий. Это уже подбирается индивидуально, кому как удобно работать. А также это зависит от роста человека, который пользуется таким инструментом. Второй плоскорез, который большой, то же самое. Единственное, он еще имеет вот такую дополнительную упорную планку для винтов, для болтиков, чтобы они при сильном затягивании не разрушили материал черенка. Длина черенка вот этого большого плоскореза составляет метр тридцать. Но здесь есть такая особенность. Он приходит по почте в посылке, и чтобы, соответственно, посылка не была громоздкой, вот этот черенок состоит из двух частей. Соединяется он при помощи вот такой вот муфты металлической, которая крепится с помощью саморезов. И, соответственно, чтобы выглядело более эстетично и рукам было приятнее работать, имеется вот такой вот защитный вот такой вот чехол, который эту муфту скрывает и, в принципе, за которой удобно браться руками. Плоскорез, который вы сейчас видите, можно заказать на сайте заказ.ру. Ниже под роликом, в описании, будет ссылка на этот сайт. А также хочу вам показать еще вот такой вот инструмент интересный, который тоже очень хорошо обрабатывает легкие, рыхлые, песчаные почвы. Этот инструмент, он, ну, как бы что ли, напоминает тяпку. Вот такая режущая кромка у него есть, узкая. Он очень острый. Сталь здесь хорошего качества, и если ее поточить, он становится острый, как нож. С ним надо аккуратнее работать. Тоже вот я им пользуюсь очень часто, как заменитель для копки, заменитель лопаты. Ну, а сейчас давайте посмотрим, как вот эти инструменты, которые я вам только что показал, работают на деле вот в этой грядке, я вам покажу. Вот я совершенно не упираясь ногой, так втыкаю практически на всю глубину. Лопата эта уходит за счет того, что она урезанного типа. Ну, и почва, конечно, у меня рыхлая, как вы видите, здесь очень много внесено органики. Если почва глинистая, либо уплотненная, то, конечно, надо нажимать на лопату ногой. Следующий инструмент – плоскорез фокина. Тоже очень хороший помощник для многих садоводов. Вот видите, как он легко справляется с сорняками. В принципе, если почва рыхлая, то вполне может вам заменить лопату при подготовке почвы к посадкам. Хорошая вещь. Но на тяжелых глинистых почвах, я вам скажу, он, конечно, слабоват. Поэтому это только для оккультуренных, хорошо обработанных почв. Этот инструмент вот я, допустим, использую. Следующий инструмент – так называемая такая вот узкая тяпка. Не знаю, как он правильно называется. Если кто знает название этого инструмента, пожалуйста, мне напишите в комментариях. Тоже вещь хорошая. Работает он вот таким образом. Нажимаем, упираемся и тянем за собой. И почва вот таким вот образом взрыхляется. Можно работать как тяпкой. Вот такими вот тяпающими движениями. А можно вот такими протягивающими движениями. Вот видите, он справляется и с сорняками хорошо. Тоже очень хороший инструмент. Вам рекомендую. Ну, и новинка в моем арсенале – плоскорез-пышка. Первый раз им вот сейчас работаю. Давайте попробуем. Ну, вот он, как со снытью, хорошо, легко справляется. То есть, можно работать им и как тяпкой. И также можно работать им вот такими протягивающими движениями, взрыхляя почву. Это малый плоскорез. Теперь перейдем к более тяжелой артиллерии. Большим плоскорезом попробуем. Вот так вот тоже хорошо все взрыхляется. Ну, по ощущениям могу вам сказать, что примерно так же, как плоскорез фокина работает. То есть, такие же вот нагрузки испытывает. Вот такими вот движениями все можно пророхлить и оккультурить вашу почву. Ну, а на этом, дорогие друзья, пока все. Я буду дальше заниматься обработкой почвы для подготовки к посадке огурцов. Вам желаю хороших урожаев. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока-пока.